синусовая аритмия. Давайте это более подробно разберем. Давайте начинаем с определения. Что это такое? Синусовая аритмия, то есть, входя из названия, это именно синусовая аритмия. То есть это аритмия, которые возникают из синаториального узла. Это может быть либо ускорение ритма, либо замедление ритма. Если это ускорение ритма, то это будет синусовая тахикардия. Если это замедление ритма, то это будет синусовая брадикардия. Сейчас мы это подробно разберем. Как мы сказали, это аритмия, возникающая из синоатериального узла. Это может быть либо ускорение ритма, или замедление ритма. То есть здесь у нас вообще нет никаких нарушений проведения или нарушений возбуждения миокарда. То есть нет никаких там блокад или какие-то внеочередные сокращения какого-то отдела сердца. Вообще такого нет. Просто ритм ускорен или замедлен. И все. Это ильвесия синусовая ритмия. Вот. Как говоря, для того чтобы вы хорошо поняли параллогию, вам надо очень хорошо понять именно как это в норме выглядит. Поэтому давайте посмотрим на нормальный синусовый ритм. Как мы видим на экран. Ритм синусовый, то есть P есть P, значит это синусовый ритм. Если посмотреть на час АС, то померяем RR это 0,78 секунд. По формуле получается, что час АС от 60 разделить на 88 получается где-то 77 ударов в минуте. Значит час АС в норме это синусовый ритм. Поэтому можно ставить нормальный синусовый ритм. Это норма. Сейчас мы с вами разберем патологию. начинаем. Начинаем с синусовая тахикардия. Что это такое? Синусовая тахикардия это увеличение час АС до 100 и более ударов в минуте. Это первый критерий. При этом у нас есть сохранение правильного синусового ритма. Второй критерий. Сейчас мы в конце в один слайд собираем все эти критерии. Но сначала мы сказали час АС до 100 и более ударов в минуте это правильный синусовый ритм. Это именно самый важный критерий синусовой тахикардия. Но кроме этого нужно обратить внимание на конкретной клинической ситуации. Почему? Потому что это может быть и вариант норма и патология. И зная о конкретной клинической ситуации таким образом можно понять именно что это такое это норма или нет. Поэтому сейчас мы более подробно разберем. То есть например скажем что здесь у нас есть какой-то человек он проснулся утром заниматься спортом например или пил кофе. То есть есть какой-то фактор здесь. После этого у него начали тахикардия. Эта тахикардия она имеет именно временный характер. И конкретно у него происходит восстановление после прекращения этой нагрузки или после прекращения стресса и т.д. То есть временный характер. Это второй критерий. И третий при этом у него не сопровождаются какие-то неприятные ощущения. То есть нет отдышки, нет боли в области сердца. Если сочетать все это, то это будет критерий именно нормальной синусовой тахикардии. Которая является ответ сердечно-сосудистой системы на то что человек занимался. Поэтому это просто норма. Но если сравнить с патологией, то здесь есть конкретные причины, конкретные патологии органов и систем. Либо именно сердечно-сосудистой системы. То есть энтракардиальные. Либо других органов и систем. То есть экстракардиальные. Где имеется патология например дыхательной системы, крови и т.д. Сейчас мы это более подробно разберем. Именно какие причины бывают и здесь и здесь. При этом сопровождаются у него неприятными ощущениями. То есть он чувствует боли в области сердца. У него нехватка воздуха и т.д. А этот вид даже в покое появляется. То есть он просто сидит. Не пыль кофе. У него там настроение нормальное. Все хорошо, просто сидит и резко начал тахикардия. Вот именно это является вариантом патологии. Как мы сказали, эти причины могут быть либо экстракардиальные, либо энтракардиальные. Экстракардиальные, то есть они не связаны именно с сердцем. Это заболевание других органов и систем. То есть гипертириоз, лихорадка, острая сосудистая или дыхательная недостаточность, анемия и тоже другие многие причины. Это именно экстракардиальные факторы. Есть интракардиальность, именно заболевание сердца. Есть хроническая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда. Это может быть ишемическая болезнь сердца, острый миокардит или кардиомиопатия. То есть все это может вести к синусовой тахикардии. Как мы сказали, сейчас мы должны выводы. ЭКГ признаки именно синусовой тахикардии. Самые важные, это первые три. То есть часа больше 90 в минуте. Ну где-то 90-100 можно сказать. Там разные авторы пишут, поэтому где-то 90 в минуте. Ритм должен быть именно синусовый. То есть зубец П должен быть. А именно этот П должен быть положительный. В первое, второе отведение, в АВФ и в 4. Если у нас есть эти три критерии, можно ставить синусовой тахикардии. Есть тоже дополнительные какие-то признаки, но они необязательные. Самые важные на первые три. То есть вот пример. Вот как мы сказали норма. Вот синусовой тахикардии. То есть если мы знаем как это в норме выглядит. Поэтому можно когда мы посмотрим на ЭКГ видим что-то такое. Знаем что что-то не так. Вот. То есть берем часа 150 в минуте. И вот зубец П, вот зубец П, П. Он положительный. Что можно сказать именно синусовой тахикардии. Часа 150 и ритм синус В. Просто то есть это учащение ритма. И все. Это синусовой тахикардии. Вот другой пример тоже. Ритм учащен. И он синусовый. 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 Все. Синусовая тахикардия. Вот тоже самая схема. Синусовая тахикардия. Именно учащение синусового ритма. И все. Синусовая брадикардия. Здесь точно так же как мы разбирали синусовая тахикардия. Но здесь имеется именно урежение ЧСС. Меньше 60 ударов в минуте. И тоже сохранен правильный синусовый ритм. Если там мы сказали, что это более повышение автоматизма из нотариального узла. То здесь наоборот. Именно понижение его автоматизма. Вот. И точно так же может быть либо норма либо патология. В норме это обычно у хорошо тренированных людей. То есть у спортсменов. Очень часто бывает. Урология. То же самое. Мульфидкардиальные и экстракардиальные причины. Экстракардиальные. Это гипотириоз. Это повышение внутричерепного давления. Это передозировка. Какие-то ликорские средства. Здесь перечисленные. Это инфекция. Там гиперкальциемия. Это алкалоз. Желтуха. Гипотирмия. И так далее. То есть много экстракардиальных причин. То есть это может быть именно энтракардиальные. То есть заболевания сердца. Инфаркт миокарда. Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз. И другие заболевания сердца. Сейчас ЭКГ признаки. Это уменьшение ЧСА с меньшей стидесяти. То есть 59 и ниже ударов в минуту. При этом. Ритм должен быть именно синусовый. Синусовый значит положительный зубец П. Где? В первый, второй. АВАВ4. Все. Видим эти три критерии. Можно смело ставить синусовая брадикардия. Вот. Это примеры. То есть. Это норма. Это брадикардия. То есть все урежение, урежение. И зубец П есть. То есть урежение именно синусового ритма. Точно так. Если здесь скажем например. Есть четыре квадратики между Р и Р. Здесь будут два например. Здесь шесть. То есть вот разница так и будет. Вот. И как мы сказали. В норме у спортсменов. Во время сна тоже кстати очень часто бывает. И у людей занимающихся тяжелым физическим трудом тоже. Давайте сейчас разберем синусовая аритмия. Мы уже разбирали тахикардию и брадикардию. А синусовая аритмия это как бы сочетание тахикардии с брадикардии. То есть это неправильный синусовый ритм. Который характерен периодами учащения ритма и урежения ритма. Таким образом это будет видно в периоде учащения и периоде урежения. Все ребята. Очень просто. Это может быть дыхательное и недыхательное. По названию. То есть дыхательное это связано с актами дыхания. И недыхательное это с другими причинами. То есть независимо от акта дыхания. Дыхательное как это именно. Это то есть на вдох идет учащение сердцебиения. А на выдох идет замедление сердцебиения. То есть на вдох идет тахикардия. И на выдох идет брадикардия. Это так и будет видно на ЭКГ. Сейчас мы это более подробно разобрем. В конце будет ЭКГ. И вы на это посмотрите. Вот. И с чем это связано именно дыхательное? Это связано с дыхательными движениями. Именно так называемый рефлекс по автору. Рефлекс Бейра Геринга. И это обусловлено физиологическим изменением тонуса в вегетативной нервной системе. То есть вегетативная нервная система влияет на все это. Вот. Что будет видно на ЭКГ? Мы уже это разбирали. РР будут разные просто. Если так быстро говорить. И второй будет именно синусовая аритмия. Это же называется синусовая аритмия. А третий это как бы используется для диагностики. С не дыхательной аритмией. То есть. Мы просим у пациента задерживать дыхание. Дыхательная аритмия. Она же связана с актами дыхания. Поэтому если пациент не будет дышать. Тогда у него этого и не будет. Если мы причину убрали. Тогда следствия не будет. Вот. Поэтому у него будет исчезновение аритмии. При задержке дыхания. Это являются ЭКГ признаки именно дыхательной аритмии. Не дыхательная. Она связана с органическим повышением именно в сердце. Вот. На ЭКГ что будет. Эти изменения продолжительности РР будут продолжительные. То есть. Вне зависимо от акта дыхания. Просто продолжительные. Ритм будет синусовый. При задержке дыхания. Будет сохранение аритмии. Она не исчезает. Потому что это не дыхательная. Не связано с этими дыханиями. Поэтому дышал или не дышал пациент. Все равно эти аритмии будут. Вот как мы видим на ЭКГ. Это пример именно дыхательной аритмии. Потому что как мы заметили. Что на вдох идет тахикардия. Удет учащение сердцебиения. А на выдохе. Наоборот. Удет урежение сердцебиения. То есть брадикардия. Вдох тахикардия. Выдох брадикардия. Если мы здесь тоже просим. Чтобы уточнить. Мы здесь просим пациента. Как мы сказали. Задерживать дыхание. Если все это уйдет. То есть вернется как обычно. Как мы видим здесь. Так. Все хорошо. Значит у него что. Была дыхательная аритмия. Если это остается. Значит это не дыхательная аритмия.